Привет дорогие друзья, снова с вами Замберус. Вчерашний стрим был горячий, концовочка вообще взрыв. Ну извините, правда, когда у нас есть критические баги и их не решают, когда люди жалуются на то, что у них после окончания раунда бесконечный черный экран и им после каждой катки надо Alt-F4 прожимать, но, знаете, вот это неприятно и вам вводят какую-то санину в лице ТТК нового, которую никто не просил. Вы, конечно, сгорите. Единственное, за что мне стыдно, за то, что я обидел Схемова, потому что, ну, появился в чате подстрекатель и просто меня поймал на эмоциях и вкинул коммент, за который я зацепился. Поэтому, Андрей, ты уж меня прости, не хотел тебя задеть и как-то оскорбить, серьезно. И, ребят, не воспринимайте то, что я вчера сказал про Андрея за чистую монету. И с этой точки зрения я себя вчера повел некорректно по отношению к Андрею. По отношению к DICE я был прав на все 100%. Ну, начнем с того, как накатили нам ТТК. Тут дошли слухи из одной конторы, которая находится в России, что даже конторы под названием Electronic Arts Russia ничего не знала про обновление серверной базы Battlefield 5. Но они сделали очень красиво, ребят. Глобальные Electronic Arts и DICE рубанули серваки. BF1, BF3, BF4. У вас же вчера были 100 пудов в 5 вечера проблемы в этих трех играх. Ну и, конечно же, Battlefield 5. И они такие, ой, а у нас проблемка. Мы сейчас перезагрузим серверы. И вместе с этим перезагрузом появляется ТТК новый в Battlefield 5. При этом никакого объявления в игре, ну, вы не могли найти вчера, потому что его тупо не было. Никакого объявления на официальном твиттере Battlefield. Единственное, где можно было узнать про новые ТТК. Это Reddit и твиттер-комьюнити-менеджеры Electronic Arts Global. Сколько игроков читает их? Один, два, три процента. Шесть процентов. Electronic Arts. Вы понимаете, что вот это прецедент, который вот подорвет к вам полностью уважение... У вас и выводы, хотя к вам и так уже уважения нет. Я не говорю про русский офис. В русском офисе работают бедные люди. Мне жалко людей, которые остались в Electronic Arts. Вот, ребята, мы с вами. Мы вот... Мы с вами страдаем, понимаете? Возможно, не так сильно, как вы. Но страдаем, понимаете? И это прецедент большой, что нам могут любую херню просто подкидывать под нос, не говоря об этом. Поэтому бойтесь. Суть нового ТТК. Домоярки штурмовика убивают с 4-5 пули. М1А1. С 5-6 пули. Гивер 1-5. Это за 20 ранг, который... 4-6. Штурмовые винтовки все 6-7. Все пулеметы 6-7. Кто там просил баф пистолетов-пулеметов, потому что они слабые. И медикам сложно играть. Так вот, держите. Пистолеты-пулеметы убивают с 6-9 пуль. Круто. Домоярки снайпера в нижнюю часть тела убивают с 3-х выстрелов, в верхнюю с 2-х. С лаги тоже самое. Во многом это обновление Battlefield 5 превратило его в Battlefield 1. Теперь на серваках самый популярный класс, знаете какой? Снайпер. Потому что он ваншотит в голову на любой дистанции. Все, новая мета в игре. Да, тут соглашусь с Джимми Вебсом. То, что у нас снизили множитель урона в тело, но при этом в голову осталось 2-х. А в тело у нас теперь проходит только 85% урона. То есть да, теперь хэдшоты тащат. И скилловые игроки, которые сразу на бегу могут прицелиться в голову, будут разносить и при этом ТТК. Но! У нас в другом проблема. У нас многие стволы перестали адекватно работать. То есть ДМРки снайпера, штурмовика забудьте. Потому что у снайпера, допустим, есть снайперские винтовки, которые теперь на голову эффективнее. У штурмовика есть скорострельные штурмовые винтовки типа Фолькштурм Гевира или СТГ-44. Остальное все нахер не нужно. Ну еще 19.07, простите. У медика роляет все, что скорострельное и с магазином на 50. У пулеметчика все крутое, если магазин больше 20 патронов. То есть ФГ-42, все, его нахер не нужен. Он не убивает так, как он раньше убивал. Вас будут постоянно ловить на перезарядке. Дробовики с дробью хорошо идут. Поэтому у нас основная мета. Скорострельные ППхи на 50 патронов. Хотя они все равно зефирные, но у них много патронов и быстро стреляют. Дробовики и снайперки. Браво, Дайс! Браво! Вы нам вернули Battlefield 1! Все так любили эту казуальщину! Да, и при этом у нас ниже урон, чем в Battlefield 1. Средний урон по палате у нас там 16-14, где-то так. Если бы в БФ1 было хотя бы 23-21. У меня такое чувство, что просто Electronic Arts заставила Дайс сделать такие изменения в игре, чтобы привлечь аудиторию, которая ушла. Это аудитория Battlefield 1, которая состояла из людей, которым понравился казуальный Battlefield. Самый казуальный Battlefield. И это плохо. Это очень плохо. Когда выпустили нормальную игру для кора и аудитории, Electronic Arts понимает, что нам нахер нужны эти кор-фанаты. Кому они нужны? Ты играешь в ZBF3? Да пошел ты в жопу! Нам лучше притянуть пацанов, которые играют в Fortnite и в Battlefield 1, потому что рандомный разброс и маленький урон. Зашибись. Класс! Еще вторая проблема. На самом деле, люди просили у Дайс починить ТТД. Time to death. И потому что, когда у вас стак урона и вас вот убивают с одной секунды. Ну, с одного кадра я имею ввиду, с одного выстрела. Это не очень приятно. Но нет, мы просто уменьшим ТТК и может быть это и справится само. Представляете, движку 10 лет, а у него стак урона до сих пор. Дайс, может вы с движком там поработаете немножко, а не будете старым добрым рецептом. Если у нас проблема с нет-кодом, со стаком урона, давайте увеличивать ТТК. Снизим урон всем пуском и будет незаметно. И так они делали в Battlefield 4, в Battlefield Hardline, в Battlefield 1. Движком займитесь. 10 лет, а он говнул до сих пор. В общем, Батла превратилась в Battlefield 1. Вот теперь, кстати, актуально называть Battlefield 5 клоном Battlefield 1. И самое, знаете, забавное вот финалочку. У нас появился все же плейлист со старым ТТК. Он называется Conquest Core. Там играется только захват. Главная фишка этого режима, ну, то, что там старый ТТК. И впоследствии это станет хардкором. Вы понимаете, ТТК уровня БФ3 у нас теперь хардкором считается. Как так можно было пробить дно? Пацаны, кто играет на ванильке в Battlefield 3, вы, оказывается, ветераны хардкора. А если играете на хардкоре в БФ3, то вы вообще демоны из ада, которых не убьешь ничем. Я не знаю, что сказать. Если сегодня в 12.00 обнова не вернет старый ТТК, то в жопу эту игру. И бойкот. Потому что я в нее не буду играть с таким ТТК. Это неинтересно. Это глупо. И Electronic Arts, вам что, денег на CTE жалко? Создайте CTE клиент. Жмоты, блядь. Увидимся на поле боя. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok